Бениамина Джилия Бениамина Джилия Бениамина Джилия Бениамина Джилия Синьор Росси! Синьор Росси? Но мне, ну сколько раз я тебе говорил, что здесь нет никакого синьора Росси? Здесь есть только синьор Роберти. Ой, правда, я еще не успела привыкнуть. Но тогда где синьор Роберти? В винограднике. А, в винограднике. Послушай, Франческа, тогда ты отнеси это в холодильник, а я пойду пройдусь к винограднику, потому что синьор Росси... Тихо. Синьор Роберти немедленно должен ехать в деревню. Согласен? Да. Да? Синьор Росси! Синьор Росси! Синьор Росси! Синьор Росси, вам нужно поехать... Ой, извините. Синьор Росси, вам немедленно нужно ехать на почту. Вам телефонный звонок. Зовут синьора Роберти. Из Рима. Из Рима? Да. Представляете? Служащий хотел увидеть, кто вы такой. Да что вы. Да, меня расспрашивал, почему вы купили дом именно здесь. И почему вы вернулись из Америки? И был ли у вас там виноградник? А я ему сказала, да, молодец, молодец. Будь внимательна, ни в чем никому не сознавайся, поняла? Кто я? Нет. За меня можете не беспокоиться. Да. Но сейчас мне нужно идти, а то к обеду не подготовлюсь. Алло. Слушаю. Слушаю. Кто это? Алло, Марио, это ты? Это я, Астори. У нас для тебя хорошая новость. Знаешь, что здесь? Беллини. Организатор концертов в Неаполе. Да, он приехал предложить нам концерт в середине сентября в Неаполе. Да, да, я уже сказал. Все твои условия. Мы согласны на все. Осталось только твое согласие. Прежде всего, я уже говорил, что ты не должен мне звонить. И потом, я не пою до середины октября. Хотя бы раз. Я могу устроить себе отпуск? Да ладно, Марио. Для тебя месяцем раньше, месяцем позже. Одно и то же. Не учи ничего нового. Скажи ему прямо, что контракт подписан. Ах, да, Беллини говорил, что он уже все подготовил. Он уже напечатал афиши. Огромные. Марио Росси впервые поет в Европе. 15 сентября. Это будет сенсация. Да и потом, я уже обо всем договорился. Но сейчас слушай внимательно. Можешь передоговориться. Я петь не буду. Да ладно, Марио. Алло. Алло. Что он сказал? Связь оборвалась. Театр марионеток. Доброй ночи, милорд. Доброй ночи, миледи. Спите спокойно, потому что здесь нам нечего бояться. Конечно, у милорда кровать мягче, чем у меня. Но какая разница? Не четко, не глотай слова. Для меня нет разницы. Буду спать божественно, потому что я так счастлив. Хорошо, и что нам теперь делать? Подождать, пока заснет. Наконец-то завтра приедет Лоренцо, чтобы просить моей руки. А мой папа должен согласиться за 10 тысяч франков. Берет банкноты у него и считает. Да. Уже препятствия преодолены. И завтра я, наконец-то, выйду замуж за моего дорогого Лоренцо. Музыка. Куда ты едешь? Почему вы не смотрите, куда едете? Горе, велосипедист. Посмотрите, что вы натворили. Вы испортили нам все пластинки в граммофоне. У вас что, глаз нет? Извините. Извините. Самые лучшие пластинки. Сломались. Регалетто пополам. Таруза больше нет. Но, сеньор директор, как мы сделаем теперь спектакль? Вот, посмотрите, франтуми тоже сломан. Ничего не осталось, кроме нескольких кусочков оркестра. Хоть граммофон работает, хотя зачем он нам теперь? Все летит к черту. Сейчас у нас большая проблема. Теперь придется отложить нашу постановку. Делать нечего. Может, я смогу спеть вместо пластинок? Просим вас, не надоедайте с этими разговорами. Мы не дилетанты и не проходимцы. Мы представляем публике только певцов первой величины. Сами можете почитать, что там написано на афише. В нашем театре вы услышите записи только лучших певцов. Таких как Таманио, Таруза, Марио Росси. Видите? Нам не до шуток сейчас. Да, да, хорошо. Но, может быть, вам стоит послушать? Хорошо. Вы знаете что-то из Марты? Конечно. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Как ты думаешь, чья это пластинка? Тамания, Карузо или Росси? Да какая мне разница, кто? Я думаю о своем ревматизме. А ты что скажешь? Чья это пластинка? Тамания, Карузо или Росси? Очень сложно сказать. Может, это Тамания или Карузо. А может, и Росси. Браво! Ты пел божественно. Смотри, как аплодирует. Хотят еще. Давай посмотрим, может, есть еще пластинки? Сгляни, что осталось, не сломано. Ну, почти все сломано. Остался регалетто. Да, да, регалетто, давай. Сможете регалетто? Эй, ты! Собери денег. Там приехал дорогой автомобиль. Я? Почему я? Ты же занимаешься сбором. Не могу, да и палец у меня болит. Лучше бы у тебя вся рука отсохла. Толку от тебя все равно никакого. Да это же не грампластинка. Смотри, он поет по-настоящему. Это не мужчина, который поет. Его зовут Марио Роберти. Он с нами совсем недолго. Он даже не настоящий актер. А кто же он? Никто, велосипедист. Велосипедист? Да. О, большое спасибо. Посмотри, этот велосипедист – настоящее открытие. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наконец-то. Фрампулино сможет сделать карьеру журналиста. Очевидно, что достаточно его послушать только раз. Поехали. Уехать? И даже не обсудим это? Но ты же понимаешь, что мне надо скорее домой, чтобы сделать процедуру для руки. Послушай себя. Я, наверное, открыла самый красивый голос в мире. А ты в этот момент думаешь о ревматизме. Но хоть ты что-то скажи. Ты ее жених или нет? Да. Минутку. Разве ты тоже не подумал, что это голос Томанио, Карузо или Росси? Да. А он всего лишь велосипедист. Видишь, что невозможно пройти мимо? Чудесный спектакль. Как я могу тебя отблагодарить? О чем ты? Я приду и в следующий раз. Давайте выпьем по бокалу вина. В такой вечер, как сегодня, нужно праздновать. Ясное дело. Всех вас угощаю. О нет, они уже уходят. Пойди, скажи тому мужчине, что я хочу с ним поговорить. Прошу тебя, поторопись, пока не поздно. Да? Я? Я никуда не пойду. Неважно. Значит, я сделаю все сама. Посмотрю, смогу ли я. Я куплю всю их труппу и вернусь через минуту. Я даже не расстраиваюсь, что театр закрыт. Хочу поднять бокал за нашего друга, который артистично и счастливо разбился на наши пластинки. За вас. Что угодно. Вино и бумагу. И чернила. Кто из вас директор театра марионеток? Очевидно, я. Сколько вы заработали сегодня вечером? Что? Кажется, я ясно выражаюсь. Сколько сегодня вы положили в кассу? Простите, может, я имею удовольствие разговаривать с представителем налоговой инспекции? Нет, мне это не интересно. Очень жаль, но относительно моей кассы не могу дать вам никакой информации. Во-первых, не хочу. А во-вторых, потому что я этого еще пока не знаю. 324 лиры, сеньор директор. 324 лиры? Это мало или много? Смотря как для кого. Для кого-то и это много. Для кого-то, естественно, мало. Но для нас это огромные деньги. Значит, я нанимаю ваш театр со всей вашей труппой на 3 месяца с гарантией 500 лир в день. 500 лир? 3 месяца? Вы не ошиблись? 500 лир на 3 месяца. Вы согласны? Дорогая сеньорина, вы не могли бы сказать, по какой причине вы хотите ангажировать меня и мой театр? Вы делаете это как меценат или вы театральный агент? Я плачу вам гарантированную сумму, а все остальное второстепенно. Ну, естественно, второстепенно, естественно, 500 лир. Сумма хорошая. Да, сумма хорошая, стабильная, но мы же артисты. Да, но 500 лир. Но мы артисты. Сеньор директор, 500 лир. А для нас деньги вторичны, главное творчество. Сеньор директор, 500 лир, выпейте вина, пожалуйста. Вот, я вам наливаю. Хорошо, хорошо, только немного. Пожалуйста, успокойтесь. Вот, пожалуйста, чернила и бумага. Пиши, пиши, а то у меня руки дрожат. Да, у меня тоже руки дрожат. Да, вы хороши, только для разговоров. Но когда нужно что-то сделать, то у них руки трясутся. Знаю я вас. Значит, это сделаю я. Я напишу все сверху вниз. Тут нет ничего сложного. Чернил достаточно. Вот сейчас возьму и напишу. Сеньор директор, у вас тоже руки дрожат? Ну и что тут? Когда нужно сделать что-то серьезное, у меня всегда руки дрожат. Это уже годы говорят свое, а вы что хотите? Итак, что же мне написать? Договор заключенный с директором. Договор заключенный с директором. Нет, я не могу. Давай, пиши ты. Да, да, я пишу. Все, спокойно, я аккуратно пишу. Договор заключен между директором и инсеньоритой. Глория Беккерман. Глория Беккерман. Дай сюда чернильницу. Так, теперь нормально. Глория Беккерман. Вот, теперь вы подпишите. Пожалуйста, сеньор директор. Да, давайте сюда. Вот, возьмите. Но здесь же ошибка. Что? Предприятие состоит из директора и двух человек. Да, все верно. Это он и я. А этот мужчины нет? Он не может поехать с нами. Но нужно, чтобы он поехал. Я пришла сюда только ради него. Как только я его услышал, я сразу поняла, что за свой счет должно его обучить. Он очень скоро станет известным. А? Что, нет слов? Да, пожалуй. Тогда исправляйте. Предприятие состоит из четырех человек. Нет, это невозможно. Очень жаль, но у этого человека другие обязательства. Итак, я могу уходить? Это правда? Это правда, что у вас другие дела? Вы не могли бы их отложить? Только подумайте, пятьсот лир в день на три месяца. Вы не представляете, что это значит для нас? Три месяца без печали. Вы не должны лишать нас счастья. Хорошо они станут. Я согласен. Ой, спасибо большое. Нет, ты не должен жертвовать. Какая жертва? Мне кажется, что я ей так много плачу. Конечно, ей кажется, что она платит даже слишком. А можно узнать, какая у вас цель? Синерина хочет открыть меня? Нет, я вас уже открыла. И теперь мне ничего не остается, кроме как сделать вас величайшим певцом в театральном мире. Понимаю. Вы еще ни разу не пели на публике? Кроме театра марионеток. Да, я пел в цирковом хоре. Вы женаты? Нет. Тем лучше. Почему это? Вы свободно можете ехать с нами? Это невозможно. Мне надо заниматься своим ремеслом. Я выращиваю виноград. Да, у графини Веронутси. Да, у графини Веронутси. А где живет графиня? На улице Помпеи. Хорошо, завтра я навещу графиню, попрошу ее дать разрешение. О, сеньор, хозяин, я же не графиня. Нет, графиня. Вы теперь графиня. Вы еще об этом не знали? Я? Нина, ты что, ни разу в жизни не играла в театре? Да, играла один раз, сеньор. Но это было очень давно. И больше вы не были в театре? Но мне больше не давали ни одной роли? Вам не давали роли? Ну, теперь мы даем вам чудесную роль. Да. Вы дадите мне играть роль? И когда, где? Здесь, в доме. Со вчерашнего дня вы владельцы этой красивой виллы. Графиня Веронутси. О, графиня Веронутси. Но у меня нет даже подходящей одежды. Неважно, можно что-то выбрать из костюмов моего старого театра. Вот, смотрите. О, красиво. Это Мария Стюарт. Откуда вы знаете? Он работал гардеробщиком. А, понимаю. Я могу его одеть? Да, но оно, кажется, воняет нафталином. Если вам кто-то что-то скажет, можете ответить, что вам нравятся оригинальные запахи. Итак, все на месте. Мне остается только объяснить вам, что вы будете делать завтра. Уважаемые господа, завтра начинается комедия. Графиня Нина Веронутси. Франческо, распорядись, чтобы этот ковер сожгли. Да, сеньора, графиня. Добро пожаловать. Не имела честь быть представленной. Я Глория Беккерман. Это мой дядя. А это мой жених, Фрэнк Дэвис. Но, к сожалению, совершенно невозможно. Чтобы я лишилась до сбора урожая, то есть до первой половины сентября, интересующего вас виноградаря. Видишь? Даже если мы предложим вам хорошую замену... О нет, прошу вас. Не стройте иллюзий. Этот виноградарь незаменим. Ну что, теперь мы можем идти? Да, это действительно помеха. Я думал, что он смог бы петь перед публикой уже в сентябре. Прежде я хотела подготовить его к жизни высшего света. Произвести, так сказать, чистку. О, мне пришла в голову чудесная идея. Дом очень большой. Приглашаю вас остаться здесь до сентября. Так вы сможете почистить его, как хотите. Времени достаточно. Нет, нет, к сожалению, это невозможно. Нужно как можно скорее уехать в Касталамаре. Моему ревматизму срочно требуется лечение. О, сеньор Беккерман, если вы будете лечиться у меня, я гарантирую вам, что вы вылечитесь в 10 раз быстрее, чем в Касталамаре. У меня есть рецепт одной из моих... Одной из моих... Одной из ваших... У меня есть старинный рецепт от моих многочисленных предков. А, речь идет о старом домашнем рецепте. Нет, нет. Это старый рецепт королей. Марио? Да, теперь иди, иди. Все сделано. Они уже сюда багаж привезли. Какая прелесть. Ты должен сделать мне одолжение. Какое? Поставь ее на место. Ты о чем? Веди себя с ней так, как она заслуживает. Пока не собьешь с нее этого сокомерия. Она такая наглая, нужно ее унизить. Предоставь это мне. О, святые небеса. Как же она снимается? Ой-ой-ой. 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 Вот оно. Мой цыпленок. О, мой цыпленок. Повар должен быть на кухне. Марио, приказывайте. Синьор Мажордом. Синьор Росси. Синьор Рита говорит, что вы должны немедленно прийти на террасу. Вот видишь, она уже начинает давать распоряжение. Если кому-то что-то нужно от меня, добро пожаловать ко мне в сарай. Молодец. Вот она идет. Мое почтение. Эй. Идите сюда. Эй. Не слышите? А, это вы мне говорите? А я думаю, это вы собаку подзываете. Эй, иди ко мне. Ну что, видите? Ей плевать. Но? Браво. Иди ко мне. Вот видите? Сейчас послушал. Не хотите ли вы сказать, что мне нужно говорить вам? Ну, браво, иди сюда. Я не даю вам советов. Слушайте, я сюда приехал не для того, чтобы шутить с вами. Я приехал обучать, понятно? Поэтому шевелитесь. Но что все это значит? Вместо благодарности, что я занимаюсь с вами, вы меня заставляете невероятно злиться. Идите сюда, сейчас же. О, если бы у вас не было такого красивого голоса, то я бы села в машину и уехала бы далеко отсюда. Ну что ж. Идите сюда, прошу вас. Вот это другое дело. Гораздо лучше. Нам нужно много работать. Месяц пролетит быстро. Особенно важно проводить много времени вместе. Так будет видно все недостатки. Правильно. Тогда идемте со мной. Нет. Как нет? Мне надо работать. А, да. Тогда когда и где мы сможем учиться? Прямо во время работы. Хорошо. Прошу вас. Вот школа. Но это же свинарник. Нормально. А что вы здесь делаете? Вы виноградарь или свинарь? Я крестьянин. Вот это запах. Чудесный. Чудесный? У вас что, носа нет? А, вы, наверное, имеете в виду ваши духи. Да, действительно. Попахивают. Я разработала собственный метод обучения. Я исходила из той точки зрения, что обучаемый не должен понимать, что его обучают. Так он однажды сможет обнаружить, что стал другим человеком. Это правильно. Подержите, пожалуйста. Я? Да. Нужно закрыть дверь. Зачем? Может ворваться бык. Во что еще и бык есть? Да, уже шесть дней. Какая вы молодец. Вы еще здесь? Закрывайте же скорее дверь. Зачем? Бык уже вошел. Где он? Да вот он. А, так это бычок. Вся мордочка в молоке. Эй. Нельзя так входить в гостиную, понятно? Но сейчас что вы делаете? Ему тоже нужно учиться хорошему воспитанию. Графиня, обед действительно вкусный. Я бы сказал, утонченный. Неописуемый. Ваш повар сокровище. Франческо, передай это повару. Бедная девочка будет рада. Можете передать от меня лично, что это было единственным лучом солнца за последние 24 часа. Синьор Беккерман, а я? Конечно, и вы в том числе, графиня. Но есть еще один луч солнца, который ждет вас в моем доме. Правда? Очень любопытно. Да. После обеда начинается лечение. Да, 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 возможно. Посмотрим. Посмотрим. Такая удивительная женщина. Это графиня. Очаровательно. Но почему она все время носит эти исторические костюмы? Тише, это традиция. Она же графиня. Да, графиня. Я бы тоже хотела попить. Прошу. Это мой колодец. А у вас есть стакан? Нет. Но я не могу пить из бутылки. Попробуйте, я вам покажу. Ловко у вас получается. Ну что ж, попробую. Получается? Налейте еще, чтобы была свежей. Виноградер должен свою работу делать сам. Послушайте, я хочу вам сказать, что пора бы вам... Вижу, вам доставляет удовольствие петь каждый раз, когда я хочу что-то сказать о вас. Потому что вы знаете, что я сразу молкаю и слушаю вас. Давайте уже начнем работать. Вы должны знать, как себя вести в обществе. Прежде всего, я объясню вам, что такое джентльмен. Это то, кем стану я. Да. Джентльмен должен иметь имя или деньги. Или что-то в голове. Очень познавательно. Джентльмен должен всегда быть галантным. Помните об этом. Да. Но на данный момент, дорогая сеньорина, джентльмен еще христианин. Мне кажется, что так достаточно. А теперь опять побуду немного герцогеней. А потом мне надо дать сеньору Беккерману лекарство от травматизма. Правда, это лекарство для лошадей. Но зато хорошо помогает. Да, только бедной лошадке хозяина не помогло. Да. Бедная лошадка скончалась. Уходи, мирское животное. Пиш отсюда. А ты постарайся улететь. А то закажу тебя на ужин. Лети, лети. Сеньор Беккерман. Сеньор Беккерман. О нет, опять что-то нужно. Не вставайте, я присяду здесь. Рядышком с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вам не стоит беспокоиться, графиня. Я никогда не принимаю того, чего не знаю. Восемь, девять, десять. Увидите, как это вам поможет. Но никто еще мне не говорил, выпейте десять капель, и вся боль просто уйдет. Я вам верю, но все равно не хочу пить. Нужно. 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 Смотрите, я очень настойчив. Не надо, сеньор Беккерман, сыр, мы выпейте. Но я не знаю, что это. Открывайте ротик пошире, а я посчитаю до трех. Что касается меня, то лучше бы вы считали до шестидесяти шести тысяч. Ни капли не выпью. И вообще я хочу спать. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, вот так отлично. Замечательно. Через два часа повторим. Я даже не сопротивлялся. Тогда до завтра. Да, до лучшего времени. А, чуть не забыл, вы это должны выучить. Что, всю книгу? Да, так нужно. Все вопросы и ответы. Кто написал сивильского цирюльника? Какие самые важные симфонические произведения? Когда родились Верди и Чаворозы? Но зачем мне все это? Чтобы петь красивого голоса недостаточно. Нужно, чтобы что-то было и в голове. Здравствуй, дядя. А, это ты? Знаешь, я сегодня кое-что обнаружила. Что, еще одного тенора? Нет, я обнаружила, что наш тенор, кроме того, что имеет чудесный голос, еще и очень необычный человек. Он очень умен, с большим сердцем, душой. У него нет только одного. Костюма. Конечно, нужно заказать одежду лучшего качества. У портного. Нет, дорогая, не нужно никого сюда привозить. Можешь только поставить все размеры и пожелания в Рим. Так, Рим. Где это? Оно всегда рядом, странно. А, вот оно. Напиши вот здесь. Хорошо? Больше ничего не надо? Нет. По размерам он пришлет также туфли и белье. Спасибо, дядя. Таким ты мне нравишься. Мне кажется, у тебя тоже появился интерес. У меня нет никакого интереса. Я только хочу, чтобы твой тенор поскорее стал знаменитым, и я избавился от него раз и навсегда. Конь! Полцарство за коня! Конь! Конь! Полцарство за коня! Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Я не понял. Ты тоже репетируешь для театра? Ну, естественно. Или ты хочешь, чтобы я закончил свою карьеру артиста в обогом театре марионеток? С конем или без? Вот в чем вопрос. Но ты сочинил. Да, точно. Быть или не быть? Конечно, не быть. О чем он думает? Кстати, ты не мог бы напомнить директору, что он должен мне заплатить? Думаю, директор еще помнит, что ты брал больше авансов, чем заработал за год. Он дал мне только один раз. 98 лир. И еще один раз 34 лиры. И еще один раз 24 лиры. И еще один раз 76 лиры. Перестань, перестань. Я не собираюсь с тобой спорить. Что касается меня, я бы тебе и соль да не заплатил. Почему это? Потому что для меня ты бесценный актер. А, эй, вы двое. Луиджи, вы должны мне помочь. Да-да, бежим. Сколько ты хочешь ломать эту комедию? Ты должен сказать, я при удобном случае. Послушай, если бы она знала, кто я, то давно бы убежала. Ты бы ее видел. Она уже научилась говорить спасибо. Поверить не могу. Даже смеяться. Послушай, дорогой. Мне кажется, что ты влюблен. Но от тебя ничего невозможно спрятать. Это точно. Марио, ты здесь? Да, мы здесь. А, добрый день, дорогой директор. Вы мне тоже сейчас поможете. Я хочу заказать пару костюмов для вас. Как это? Разве то, что есть, не подходит? Нет, хотела бы вас видеть в элегантном костюме. Вы не напишите телеграмму? С удовольствием. А кому адресовать? Карлини, Рим. Это мой портной. Что вы говорите? Я сказал, что это портной. Да, правильно. Я спрошу простую вещь. Если он даст мне аванс... Тихо ты. Давайте сразу закажем фраг, смокинг, три костюма с бельем и туфли к ним. Да нет же. Размеры. Идите сюда. Ваши друзья помогут снять мерки. Да, да, с удовольствием. Спасибо. Так сколько ты взял в аванс? Так, длина руки. Длина руки. Отстань, мне нужно мерить. Длина руки. Так, длина руки сколько? 90 и 86. Сколько? 90 и 86. Это что, обе руки? В общем, ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое. А сколько вместе? 40 и 86. 176. 176? Но это очень много. Может быть, это талия? Талия. Талия. Похоже, сбоку он более худой. Так, будет 222. Сколько? Ну, понятно же, что 222, потому что уже в конце месяца у меня не осталось ни копейки. Да что вы делаете? О, нет, ради всего святого. Его талия 100. Если вы будете неправильно мерить, одежда будет не в пору. Как Марио будет выглядеть в обществе? Я попросил бы, я мерю ее точно. А крузной шеи? Да, минутку, все точно. Двойной или ординарной? Ты что, не понял? Давай же, торопись. Успокойся, спокойно. Шею надо мерить отсюда. Тогда размер будет точный. Итак, точный размер. 42, 8, 40. Это с кодеком или без? Синьор Беккерман. Синьор Беккерман. Тише, животное. Так, глотаем. Вы застали меня врасплох, графиня. Да, я могу. Вот увидите, еще 10 капель, и вы будете здоровы. Так, с этим кончено. А теперь мы можем начать работать. Как вы думаете, кто самый лучший учитель пьяния в Европе? Ну, я бы сказал, что лучшего, чем синьор Галли, не найти. Да, нет сомнений. Но нужен кто-то, кто бы смог подготовить вас к большому международному концерту. Я могу это сделать. Я был учителем великого Марио Росси, прежде чем он уехал в Америку. Это правда? Конечно, я свидетель. Всем, что знает Росси, он обязан директору Галли. Тогда учите его. Мы уже долгое время работаем вместе. Но нужны уроки по каждой дисциплине. Минимум три урока в день. Я поговорю с графиней, чтобы она выделила вам все необходимое время. А пока я отнесу эту телеграмму. Марио, иди сюда. Сконцентрируйся, пожалуйста. Тебе нужно закончить упражнение. Я так счастлив. Я бы никогда не мог подумать, что ты так сильно влюбишься. Но я боюсь, что что-то произойдет, и все может поменяться. Я слишком далеко зашел. Когда ты бросаешься в Волмут, нужно бросаться и не бояться этого. Наверное, ты прав. Ладно, давай дальше заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дирекция шведского курьера Стокгольм. Моя находка – это настоящее открытие. Чтобы наконец предоставить нашим театрам новые артистические силы. На протяжении долгого времени наша газета занимается поиском настоящих талантов. И вот, наконец, усилия нашей сотрудницы, Глории Беккерман, увенчались с действительно большим успехом. Кто написал норму? Винченцо Беллини. Молодец. Травиату. Верди. Верди. Очень хорошо. Не подадите мне ножницы? Виноградарь все делает сам. А кто такой Паганини? Сопрано. Нет, он же скрипач. Ну, спасибо. А где бьют колокола? Я их раньше не слышала. Это звонят в Помпеи. Начинают в шесть, каждое утро. Как, уже шесть? А я думала, мы здесь всего два часа. А еще ничего не выучили. Вы действительно решили открыть меня? Почему вы задаете мне такой смешной вопрос? Я вас уже открыла. Кто знает, когда бы еще я сделала карьеру журналистки? Журналистка? А вы думаете, что эта профессия не для женщины? Вы, женщины, должны делать только то, чего не может сделать мужчина. Да? Я в шоке. В наше время уже не осталось профессии только для мужчин или только для женщин. Готовить? Ну, лучше всех готовят мужчины. Смотреть за домом. А что здесь сложного? Рожать детей? Мужчины? Но это не профессия. Вы ушли от темы. Тебе здесь достаточно воздуха, чтобы чувствовать себя хорошо? Да. И вот уже несколько дней, как мы с Глорией не ругаемся? Возможно, это потому, что ты с ней почти не видишься. Да, наверное. Но тебя не возмущает, что Глория проводит дни напролет с этим ужасным крестьянином? Даже если бы я ей сказал что-то, это ни к чему не привело бы. Поэтому я помолчу. Железная логика. Вот увидишь, что однажды Глория... Ладно, не мое это дело. Эй, ты что здесь делаешь? А тебе что, это интересно? А если я скажу, что интересно, тогда я отвечу, что был здесь, потому что хотел тебя увидеть. Ну вот я здесь. Я вижу, что ты здесь. И что теперь? Да, что теперь? Прогуляемся? Да, прогуляемся. Вот так пошли? Да, идем. После тебя. Нет, после тебя. Эй, минутку, что это у тебя здесь, кавалер? Что это за роза? Ну ладно, не начинай. Сеньора графиня. Говорит по-латыни. Здравствуйте, сеньоры. Здравствуйте, дорогой сеньор Беккерман. Дорогая графиня, как я счастлив. Вы правы. Вы же видите, что я больше не опасна. Да, вы не опасны. Да. Так что сегодня вам нужно принять последнюю дозу. Это нужно сделать обязательно, а то предыдущие не помогут. Да, я так и думал. Джи-Джи, выгоняй машину. Сегодня мы целый день в разъездах. Бензина хватает? Да, сеньор. Мотор в порядке? Да, сеньор. Ну что, этого не ожидали от меня? Да нет. Именно этого я и ожидал. Да, да, вы это говорите просто так. В этот раз никаких капель. Глотаем, глотаем, хорошо. Замечательно. Вот теперь вы здоровы. Срочно. Хорошо. Астория, улица Венетто, Рим. Предлагаю эксклюзивное представительство тенора, найденного мною, точка. Прошу ответить немедленно, Глория Беккерман. Такие телеграммы даже не хочу видеть. Но, сеньор Астория, прочитать ничего не стоит. Это просто потеря времени. Да, не то настроение, которое нужно, чтобы пойти и послушать дилетанта. Что будем делать с Росси? Нужно как-то заставить его петь. В театре еще месяц назад все билеты проданы. Ты должен ему написать. Я уже писал, но он даже не открывает мои письма. Напиши еще раз. Я не хочу тратить свое время на эту переписку. Это все равно бесполезно. Хорошо, сделаем последнюю попытку. Я поеду к нему. Пускай он меня с лестницы спустит, но я все равно поеду. Что вы такое делаете, директор? Вырезаю пару новых актеров. Так вы сами делаете марионеток? Да, это моя большая страсть. Видите, у всех моих марионеток своя одежда, свой профиль. У них есть даже человеческая душа. А вот это похоже на нашу графиню. Конечно, она же мое творение. Но это все равно марионетка, естественно. Так вы берете всех своих персонажей из реальной жизни? Конечно. И можете видеть, что своими персонажами я влияю и на реальную жизнь. Благодаря этим куклам люди меняются. Да, я уверен. Как вам здесь с нами живется? О, чудесно. Я не знал, что деревня это так прекрасно. Это правда. В городе люди живут как с закрытыми глазами. Стены домов прячут небо. А здесь его хорошо видно. Вы знаете, что мы с Марио работали на винограднике с 4 утра? Откуда мне знать? В 4 я... В 4 я еще сплю. Да, я думаю, что в 4 утра все спят. Даже птицы. Но в 4.30 они просыпаются. И так красиво поют, как в последний раз. А вы знаете, что бычок, который родился, уже ходит? Что? Бычок ходит? Интересно. Правда, еще слабо. Как-то вот так. И всему этому вас научил Марио? Да, это он открыл мне глаза. Как легко ошибиться в человеке. Да, правда. Это ужасно. Этот прайдоха ничего не делает. Он занимается только им, а мы простаиваем. Что же мне сделать, чтобы снова вернуться на сцену? Если хочешь, попробуем фрадьявола. Да что это? Я хочу играть в театре, чувствовать публику кожей. А я хочу наконец-то завести роман. О, женщина. Женщина. Полцарства за женщину. Ты говоришь женщина, а думаешь о графине. Нет более поражительной женщины в этом мире. Да, увлекательная. Поразительная? Да. Но, к сожалению, она графиня. Я не могу забыть об ее положении. Я стесняюсь. И на меня титул производит тот же эффект. Даже не знаю почему. Нужно найти способ преодолеть эту скромность. Да, да, но как? Послушай. Надо вбить себе в голову, что она не больше крестьянки. Нужно быть смелее. И показать ей свое увлечение. Пришел, увидел и победил. Ты так думаешь? Конечно. О, дорогие господа, вы снова здесь? Как странно, вы всегда вдвоем. Всегда вместе. Да, мы просто неразлучны. Мы старые друзья. Знаете, на кого вы похожи? На Кастера и получи? Нет, я их не знаю. Но вы всегда вместе, как пара бычков. Прошу прощения. Нет, нет, ничего. Серьезно? Хорошо, извините. Значит, это были мои галлюцинации. Может быть. Боже, что случилось? Я укололу пальчик. О, сеньора графиня, позвольте мне. Голубая кровь. Дай мне. Не трогай палец. Дай мне голубой крови. Но, господа, пожалуйста, по очереди. На, бери. Графиня. Да. Вы должны знать всю правду. В вашем доме есть мужчина, а то есть двое мужчин. Оба стесняются. Но все равно, это еще не все. Они смертельно напуганы. Кого вы первым избавите от этого страха? Сначала я. Нет, я. Почему ты всегда первый? Сеньор директор. Вы давно здесь? Да, я здесь давно. Но я не обращал на себя внимания только потому, что не хотел еще больше пугать своих артистов. Видите, сеньора, как вы меня компрометируете. Нужно вести себя более уважительно. Вы мои гости. Соблюдаете этикет? Беспринципный. У тебя тоже не хватило смелости. Это ты беспринципный, а ты трусливый. Франческо, такое случилось. Вот привалило. Они оба в меня влюблены. А ты? Тебе кто-нибудь из них нравится? Оба. Да. Я ужасная женщина. Но они так подходят друг к другу. Один большой, а второй маленький. Один всегда веселый, а другой всегда грустит. Один хитрый, а другой стеснительный. Но оба они... Оба мне сильно нравятся. Да. Но у них нет смелости сказать, что они чувствуют. Потому что думают, что я графиня. Вот. Франческо. Как ты думаешь, что будет, если я вам раскрою свое инкогнито? Не надо ничего раскрывать. Продолжай играть свою роль, как тебя учили. Но что же мне делать? Ты забыла, что хозяин сделал тебя графиней? Да, но даже у графинь есть свои слабости. Дамы и господа, сегодня вы поучаствуете в удивительном спектакле. У комедии нет названия. Это будет просто игра некоторых персонажей. Ребята, вот ваши слова. Сегодня придется играть без репетиции. Марио. Марио. Ты споешь романс. Музыка. Как же бьется сердце. Эй, смотри. Вот он. Это же я. Это же Рико. Рико, читай. Когда я о ней думаю, мое сердце сильно бьется. Я чувствую силу, смелость и вдохновение. Страсть производит во мне фурор. И хочется петь песни. Да, петь песни. Сегодня, кто знает, может быть, окончится мое страдание, когда она увидит, как я люблю ее. И она, наконец, даст мне понять, как я могу получить ее. Женщину, о которой мечтаю. Но кто это? Соперник мой? Он идет сюда. Ну что ж, мне нужно удалиться. Теперь твоя очередь. Я жду здесь, чтобы увидеть ее. Я так волнуюсь, что нечем дышать. Сейчас я, наконец-то, увижу ее. Умру, если не увижу. А вот, она уже идет. Вы себя узнаете? Два кавалера сейчас в моем сердце. Но не могу я выбрать, кого ж мне полюбить. А может, я к обоим равнодушна. Или хочу за двух я выйти замуж. Если б двое вдруг предстали предо мной, кого бы выбрал я? И за что? Прошу вас, сделайте свой выбор. Как я могу завоевать вас? Невозможно приказать сердцу. Его ничем не завоюешь. Это правда. Стеснительность – хорошая черта. Но не нужна она в любовных отношениях. Не знаю, новость или знали вы уже. Но никакого золота не хватит, чтобы купить любовь. И вам смириться с этим нужно. И вот что я скажу вам напоследок. Напором нужно брать. И лаской. Спасибо, сеньор директор. Вы нам очень помогли. Марио, давай. Теперь твой выход. Спой, как ты можешь. Накануне Глория, на кону твое счастье. Это же вы. Это же вы. Представляем вам главных героев новой комедии, которая в скором времени будет представлена. Сюжет ее все еще секрет для всех. Но мы можем дать отведать вам вкус этих первых плодов. Сюжет ее все еще секрет для всех. 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 Браво! 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 скромность прошу присаживайтесь здесь о спасибо графиня вот здесь есть также щетки а теперь начищайте а вы где будете начищать терпение терпение я натру потом святые небеса что происходит мне показалось вы упали с кровати прошу меня простить графиня но мне вдруг пришло такое желание очень сильное всего лишь один раз поцеловать вашу изумительную ручку сначала потушите свечку да я потушил о графиня моя графиня посмотрите как я пылаю как я желаю вас почувствуйте мою кожу мой вспотевший лоб я полыхаю горю весь только из-за вас графиня но сеньора графиня ну погоди же ты мне за это заплатишь дорогая дядя послушай возьми сейчас свою машину и езжай немедленно на станцию приведешься не расту ли астори где ты его нашла это импрессарио вот что он мне написал приезжаю в понедельник 10 я ничего в этом не понимаю но дядя все очень просто если будет все в порядке он готов заплатить 100 тысяч лир за концерт 100 тысяч ты с ума сошла он бы не стал интересоваться просто так мы его не отпустим пока не подпишем хороший контракт понятно если речь о контракте то с этого нужно было и начинать ты ведь позабочишься о контракте на станцию да 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 я позабочусь и ты точно его заключишь да конечно пусть только поет и не забудь 100 тысяч лир я бы дал и 200 лишь бы уехать отсюда марио собирайтесь нам нужно идти куда петь большой импрессарио приехал вас послушать и еще приехала ваша одежда из рима а почему вы так расстроены сегодня может решиться ваша судьба вы думаете что это может осчастливить меня разве нет но что с вами сегодня с подобным настроением вы не добьетесь успеха я останусь крестьянином только это для меня важно да а я которая поставила с ног на голову полмира как я буду выглядеть надо мной посмеются марио я знаю почему вы в таком плохом настроении из-за меня правда не принимайте близко к сердцу что я сказала вам вчера я думаю совсем наоборот наоборот что это значит мне было приятно что вы пели только для меня сегодня можете спеть только для меня не думайте об апресаре который вас слушает не думайте ни о чем смотрите только на меня и пойте так как вчера я спаю лучше намного лучше сенера стори да я беккерман а где же ваша находка все в порядке идемте со мной у меня там авто очень жаль но у меня здесь встреча по очень важному делу на данный момент не вижу более важного дела чем мое идемте идемте со мной только 30 минут а потом я вас завезу куда хотите минутку галстук все еще кривой вот так никогда не видела более красивого костюма этот карлинию действительно великий художник ну а как вы расчесались мне кажется что здесь еще что-то не в порядке я поправлю да спасибо что такое они уже приехали попробуйте еще раз поклон нет не такой низкий это выглядит неуверенно что вы говорите не уверенно это смешно мы никогда не были так уверены как сейчас ну вот можно начинать я насильно его сюда привез да ни пуха ни пера ну что теперь она и тебе нравится ты полностью ее изменил сенера стори моя племянница глория а теперь наше чудо прошу сюда вот он большое открытие моей племянницы но это не крестьянин ну то что он так элегантен это моя заслуга и карлини из рима теперь все в порядке правда у нас было мало времени для этого не хотите присесть прошу вас ну ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот почему я еще не могу петь на публике Дядя, он пел великолепно? Да, очень громко Хорошо Могу предложить вам кое-что Он может дать свой первый концерт 15 сентября Предположим, в Неаполе Это невероятно И по всем условиям за этот вечер я заплачу 100 тысяч лир 100 тысяч лир? Вы согласны? Но это великолепно Я сейчас же пошлю в газеты новость о контракте Этот концерт станет самым главным событием Это будет сенсация, я вам обещаю Да, но с каким именем нужно предстать перед публикой? Именем? Да, Роберти мне не очень нравится Да, и неизвестно Да, но с другим именем? Я просто отказываюсь петь Ну вот тебе и звездная болезнь уже Подождите, у меня отличная идея Да, говорите Давайте сделаем по-другому Не говорите имя Пускай никто не знает об этом Но как? Подогрейте любопытство публики Объявите во всех афишах, в газетах Во всех печатных изданиях В программах, везде Только так Большой сюрприз Отличная идея Это будет сенсация Хорошо, и когда он сможет приехать в Неаполь? Конечно, после сбора урожая Где-то 10 сентября Вы поправились, сеньор Беккерман Танцуете как молодой Это эффект от вашего лечения Никакого ревматизма Как новорожденный Но новорожденным деткам тоже нельзя переутомляться Давайте вернемся на наше место поскорее Ну что, ты так и не решил сказать ей, кто ты? Нет Но она все равно узнает правду на концерте Я пока не могу Вот она идет Скажи ей все сегодня вечером Марио Пойдем к христианам Узнаем, довольны ли они своим урожаем Пойдем Им будет приятно Пойдем Эмилио, как в этом году? Много собрали? Да, спасибо, сеньор Я очень довольна На всех хватит А вы сколько собрали? В два раза больше, чем в прошлом году, правда? Да, этот год был отличный Вот это да Это действительно так, сеньор Неужели у всех такой урожай? Я тебя предупреждал о Нине Я заказал выпивку 30 минут назад А официант все еще не пришел Я хотел сделать из вас джентльмена А произошло все наоборот Я стала крестьянкой Но вы не расстроены? Нет, мне здесь нравится Мне даже не хочется уезжать отсюда Я так привыкла работать на винограднике И быть с вами Подождите Сейчас мы сделаем так, что весь мир вас услышит Потом вы объедете весь мир Привыкнете к триумфам И для меня пропадет весь шарм моей находки Но зато я сыграла свою роль Я была первой Что-то типа пионера Итак, история, которую вы мне обещали Конечно, графиня Послушай, Рико Разве ты не обещал протанцевать весь вечер? Весь вечер? Я? Да, весь вечер Да я не мог дождаться момента, чтобы присесть Но когда я начну рассказывать эту историю графине Боюсь, тебе будет скучно Я бы не хотел Нет, нет Я замечательно развлекаюсь, когда слушаю тебя Спорим, что ты не дослушаешь до конца Да, давай поспорим Ну, начинайте же Я жду Ну так вот Однажды было три принца Правда? Точнее, не три принца, а один принц А два других принца были кавалерами-соперниками А, как те две марионетки Да И один из этих кавалеров стал жертвой настоящей измены А, и в ответ кавалер захотел отомстить И он сказал Око за око и зуб за зуб Все в порядке А сам себе подумал, что если другой кавалер... Что? Простите минутку Итак Наступил момент, когда кавалер остался один А другой поднялся на башню замка В ожидании послания А там... Его ждала неожиданная встреча Что с вами случилось? Ничего Меня просто с кем-то спутали Ты выглядишь бледным Может, я лучше домой вернуться? Даже и не думай Я остаюсь здесь Ну что ж, ты сам захотел А потом кавалер сказал Нет такого глухого, который не хотел бы слышать И если он чувствует себя плохо, то надо идти домой На два слова С удовольствием Позвольте Уходите Кавалер вернулся в башню замка В ожидании того же послания Ждал-ждал, пока не получил его Все в порядке Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Нет, я, наверное, похож на кого-то Кого здесь терпеть не могут Правда? Вы видели, что это он? Да, это он ущипнул Большое спасибо, друг Скажите мне, а кто здесь самый сильный мужчина? Джованни Вы снова сюда пришли? Итак, графиня История о двух кавалерах Вы слишком поздно пришли, мой друг Вы пропустили самое интересное Нет, я думаю, я пришел вовремя Потому что самое интересное еще впереди Потому что вы разговаривали с одним из кавалеров И я думаю, что и второй тоже что-то может сказать Ну, конечно же, и второй Второй тоже придумал кое-что Когда он вернулся, то подумал, что, возможно До встречи, графиня Прощайте Графиня Хочу сразу вам сказать спокойной ночи Приятных снов Глория Глория, нам лучше забыть о концерте Вы хотите потерять такую возможность? Но вы же не серьезно Знаете, что я написал о вас почти во вся газета? Я вызвал агента из Европы только ради этого концерта Нет, от такой сенсации не отказывается Да, сенсация Все ради амбиций Но, уверяю вас, я не могу петь в Неаполе Я... Не надо опять вдаваться в сентименты Сейчас у вас такое же лицо, как в тот день Когда приехал импресарио Да, еще сегодня у меня тоже настроение Вы уже начинаете капризничать Как большой артист Хотела только узнать, какую новую комедию мне разыграть Чтобы немного вас развеселить Что? Так в тот день вы ломали передо мной комедию Но вы же должны были понять Глория Вы имеете в виду, что то, что вы мне сказали тогда, это неправда? Вы заставляете меня чувствовать угрызение совести вместо благодарности, что таким образом добились успеха Вот как вы мне отплатили О, да Вы увидите, как я отплачу Правда? И как же? Это пока секрет Вы узнаете только 15 сентября в Неаполе А сегодня нужно веселиться Ничто не должно омрачать этот праздник Субтитры создавал DimaTorzok 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 Концертная академия Неаполя Сегодня большой сюрприз Дамы и господа Благодарю, что так много вас приняло мое приглашение Я обещал вам большой сюрприз И надеюсь, что вы не будете разочарованы Потому что сегодня услышите действительно Самый удивительный голос в мире Это Марио Росси? Какое открытие? Не хватало только Беккерман, чтобы найти его У меня нет слов Держитесь, друзья мои Это еще не последний сюрприз Выставить меня в таком свете Разыграть всю эту комедию Это оплата Теперь мы квиты Конечно Квиты и все Марио, идем, ты должен петь Смотри, как тебя ждут Идем Марио Росси от его неаполитанских почитателей Так вы, значит, веселились и водили меня за нос? Когда первый поезд на Лондон? Завтра в полдень А самолета нет? Да, утром А корабль до Генуэ? Сегодня вечером, в полночь Спасибо О, наконец-то ты здесь Немедленно уходим Это неважно Но в Неаполе не останутся ни минуты Когда концерт закончится Передайте сеньору Изложу номер три Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что он такое говорит? Графиня не... То есть Нина не графиня? Для меня эта новость Настоящий удар Будет большой удар Если не будешь на дорогу смотреть Субтитры создавал DimaTorzok Я ничего не понимаю в музыке Но сейчас мне его голос очень нравится Глория Почему ты не хочешь еще немного подумать? Почему мы здесь не остаемся? Мне так хорошо в этом доме Как ты можешь думать, что после всего, что произошло, я здесь останусь? Под одной крышей с человеком, который высмеял меня перед всеми Ненавижу Но разве можно так говорить? Мне показалось, что ты его даже любишь Я люблю этого Я ненавижу его Да, ненавижу Ну хорошо, поехали Дорогой Фрэнк Ушла паковать наши чемоданы Жду тебя в 11 на корабле, который отправляется сегодня ночью в Геную Глория Что это? Вы включили радио? Нет, синьорина Но это же его голос Надо ехать вперед Все равно не проедем Твой крестьянин поет Вот так, вы двое, давайте к машине Скорее, скорее Марио, ты все отлично придумал Пожалуйста, отойдите подальше от сцены Пожалуйста, дальше Дорогой Фрэнк Сцены Добрый вечер, сеньоры. Вам что, уже все рассказали? Глория. Глория. Глория.